За каждой картиной, наброском или эскизом Ирины Цагельник – настоящая история. Если все работы, а их на выставке 111 собрать в книгу, получится интереснейший сборник повестей и рассказов, имя которому – жизнь. В создании вот этого всего я благодарна одному человеку – Юркевич Александр Михайлович. Это мой первый и единственный учитель. Учитель, не преподаватель, он всегда себя так называл. Буквально вчера узнала, что он умер год назад. Это очень, конечно, прискорбно, очень печально. Это замечательнейший человек, настолько творческий был всегда. И вот благодаря ему он научил меня не писать, он научил меня видеть. И он всегда – это его фраза. Не могу тебя научить писать, рисовать. Я могу научить тебя видеть. Здесь периоды счастья сменяются разочарованием, любовь утратой, а радость – болью. Поэтому первую персональную выставку Ирина назвала совсем не романтично, изнутри разное, представив широкой публике свою душу и сердце, перенесенные на холст. Мне было достаточно тяжело именно представить обществу свой внутренний мир, понимаете. То есть как бы реалистичные картины и гораздо проще показывать. А именно внутренний мир, то есть то, что ты пережил, то, что у тебя было, какие у тебя были сложности и так далее, это все выплеснулось именно в работах. В каждой картине суть и характер самого автора – мятежные, дерзкие, романтичные. Как признается сама Ирина, она предпочитает разные стили. Так лучше можно раскрыть образ, выразить чувства и эмоции. Ее главный источник вдохновения – музыка. Вдохновляет события, случаи жизни, люди. Да просто ты можешь идти по улице, а что-то пришло в голову, то есть какая-то идея. Ты пришел домой, сделал быстрый набросок и уже создал картину. То есть абсолютно все, что угодно может являться источником вдохновения. Вот вы улыбнулись, в принципе, это может быть хорошим источником, чтобы что-то написать новое. Почувствовать характер картины Ирина Цагельник предлагает через новые технологии. Если к визуальному образу добавить музыку, то картина не просто оживает. Она наполняется особым смыслом, появляется аура и новое звучание. QR-коды дают описание работы и погружают зрителя в глубину произведения, раскрывая и дополняя нарисованный образ. Тут есть своего рода какая-то замыселка, это загадка, он прошел мимо и не обратил даже никакого внимания. И опять же, он может прослушать музыку, что являлось толчком, и плюс мое личное объяснение, как я это вижу. То есть я хочу показать, как я это вижу. Любое искусство субъективно посмотреть и послушать картины Ирины Цагельник можно в выставочном зале на Советской. Экспозиция выставляется до 26 марта. Главное – включить смартфон и сердце. Ирина Альшева, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.